О причинах инцидента в Казани говорили накануне в Москве. Министр МВД России Рашид Нургали встретился с представителями Общественного совета при Министерстве внутренних дел. Разговор выдался очень жестким в присутствии журналистов. Министр позже признал, что общественность очень мощная сила. Настало такое время, когда вся правоохранительная система страны нуждается уже не просто в поддержке, а именно в защите со стороны общественности. Это программа «Объектив» на канале ТВКОМ в студии Балут Шеребазаров. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Одна голова хорошо, а две лучше. Какие задачи ставит перед собой Общественный совет при МВД Бурятии? И снова об инциденте в Казани. В какой защите со стороны общественности нуждается правоохранительная система страны? Итак, сегодня мы снова обращаемся к теме реформы МВД России. Полгода назад при этом ведомстве был создан особый орган – Общественный совет. Казалось бы, подобные организации при МВД были и раньше, но, пожалуй, еще ни одна из них не наделялась таким списком прав и полномочий. Здесь и разработка общественных программ, анализ мнения граждан, экспертиза проектов федеральных законов, участие в аттестациях и многое другое. Это ни в коем случае не надзирающий орган при МВД. Скорее, союзник со стороны общества. На уровне страны так называемый Федеральный совет возглавил известный поэт Илья Резник. В регионах начали работу филиалы совета. Пополнили их в основном авторитетные эксперты – опытные правозащитники, журналисты и врачи. О работе совета при МВД Бурятии расскажет Оксана Тантоева. Полицейские Бурятии попали под наблюдение. Уже несколько месяцев за тем, что происходит в органах внутренних дел, следят обычные люди. Независимые наблюдатели, входящие в общественный совет при МВД. Общественное мнение – это настолько сложный механизм, он тонкий и хрупкий, что его можно очень легко повредить. Поэтому мы идем гражданам, мы идем на предприятия, мы идем в учебные заведения. По нашей инициативе пытаемся снять какие-то вопросы. Так было уже с одним учебным заведением, где мы, членами общественного совета, проводили ряд встреч с руководителями, с учащимися студентами, сотрудниками правоохранительных органов, в том числе, чтобы снять проблему рэкета. Принимать заявления от граждан, обсуждать проблемы, вносить свои предложения и даже контролировать работу ведомства. Такими полномочиями наделил общественный совет экс-президент России Дмитрий Медведев. Он дал наблюдателям право без специального разрешения посещать отделение полиции, а также инициировать проверки. Создание таких советов по всей России наверняка должно было стать своего рода показателем открытости полиции и готовности к взаимодействию с обществом. Общественный совет – это срез общества в миниатюре, потому что входят в него представители науки, культуры, образования, деятели искусства и так далее. То есть люди в жизни своей достаточно далекие, скажем, от проблем службы, от проблем органов внутренних дел. То есть те люди, которые реально представляют все общество. Для начала им было важно вообще понять, как работает эта структура, как с ней взаимодействовать. Взаимодействовать приходится довольно тесно. Кроме телефонных звонков и электронных писем, раз в месяц наблюдатели проводят общественные приемные с министром внутренних дел Бурятии. Помимо этого общественники участвуют в регулировании конфликтных ситуаций. Граждане не доверяют сотрудникам полиции на сегодняшний день. Доверяют только лишь те, которые реально не сталкивались с сотрудниками полиции. А те, которые реально столкнулись, довелось в жизни столкнуться с такой ситуацией, они, конечно же, можно так сказать, за голову хватаются. И если вовремя не найдут адвоката, грамотного адвоката, то противостоять сотрудникам полиции, конечно же, и добиться правды очень сложно. По мнению Виктории Янцановой, деятельность общественного совета пока носит рекомендательный характер. При том положении вещей, которые существуют сейчас, этого недостаточно. Полномочия наблюдателей необходимо расширить. Возможно, после этого общественное мнение о полиции начнет меняться на более позитивное. Задача общественного совета как раз снивелировать вот эту точку зрения. Да, чтобы люди понимали, что плохо, но это не бесконечно, это не тупиковая ситуация. Мы-то видим, мы понимаем, что это не тупиковая ситуация. Потому что мы с людьми общаемся с полицейскими. С хорошими, плохими, хороших больше. Сегодня у нас в студии председатель общественного совета при МВД Бурятия, полковник милиции в отставке Николай Рогалев. Здравствуйте, Николай Николаевич. Добрый день. Вот мы уже отмечали ранее, что общественный совет при МВД наделен внушительным списком прав и полномочий. Сейчас на уровне России заговорили о создании особой системы профилактики преступления, которая позволит эффективно упреждать правонарушение. Отмечается, что эффективность этой системы будет зависеть напрямую от деятельности общественного совета при МВД. Как вы думаете, не многовато ли ответственности для общественного органа? В наше время, я думаю, ответственности не должно быть мало, это уж точно. Если мы хотим что-то исправить. Второе, здесь речь, наверное, нужно вести не о том, что это должно быть прерогативой или одним из приоритетов участия общественных советов в своего работе, а должно речь вести о том, что эти вопросы профилактики должны находиться в поле зрения общественных советов, безусловно. Профилактика это что? Это проведение, есть общая профилактика, есть профилактика индивидуальная, то есть общая направлена в целом на изменение обстановки, то есть искорение причин и условий. Индивидуальное в отношении адреса, в отношении каждого человека, отдельно из этого человека. Мы здесь уже работаем в этой сфере, в этом направлении у нас. На этом плане проводились ряд мероприятий по одному из вузов города Улан-Удэ, где существовали некоторые, скажем так, признаки этого школьного рэкета, где возникла такая, скажем, напряженная ситуация. И мы, согласовав свои действия с руководством института, и с руководством Министерства внутренних дел, с участием обеих сторон, вот скажем так, в таком триумвирате провели эти действия. И эффект положительный присутствует. Поэтому мы уже работаем, эта работа уже выстроена. Приоритеты, вернее, на векторное направление понятны, здесь мы работаем. А в целом задача общественного совета, это, наверное, как говорится в указе президента России, это согласование общественно значимых интересов граждан и решение важных задач, наиболее важных задач правоохранительных органов. Вот это все нужно совместить. Что такое получается, допустим, раскрыть преступление, да? Расскрыть преступление. С одной стороны, это поймать преступника, а с другой стороны, защитить права потерпевшего. Защитить человека. Что главнее? Хотя процесс один и тот же. Вот смотря в каком формате работать, от этого и будет отношение. И вот когда говорят об отношении к милиции, наверное, в первую очередь думают об этом. И вот наша задача здесь, если есть какие-то искажения или неправильное понимание, как раз вот и поправить. И вот с вашего позволения, я вот приведу один реальный пример. Обратился ко мне недавно один мой хороший знакомый, следователь. Он попросил совета, где можно купить кресло для перевозки детей. И вот я ему говорю, ты же в полиции служишь, простят поди. Ответ меня удивил. Вот тебя, может, и простят, а меня уволят. Вот, наверное, в принципе, это хорошо. Вот реформа МВД начинается с головы. А с другой стороны, даже представить себе страшно, вот какая нагрузка вот сейчас легла на сотрудников МВД. Вот скажите, пожалуйста, может ли как-то совет помочь им вот в этом плане? Совет может и должен опять-таки помочь. Почему? Потому что совершенно правильно говорит этот следователь, что тебя, может, и простят, хотя, ну, вряд ли, а его-то уволят. Речь идет о чем? Что представитель власти наделен такими, не то что наделен, а имеет подспудно появившуюся возможность выбирать между законными и незаконными мерами. То есть все зависит от травмственного содержания человека. То есть нельзя бить человека, нельзя нарушать закон. Ну, вот такая ситуация была, что я нарушил. Понимаете? Следователь совершенно правильно мыслит. Нельзя нарушать никогда. Нет таких ситуаций. Если в этих ситуациях нужно думать о своем профессиональном мастерстве, а как сделать? Как сделать так, чтобы достичь результата, чтобы раскрыть преступление, чтобы защитить человека и не нарушить при этом закон? Вот об этом нужно говорить. И вот вы говорите, да, страшная нагрузка, да, она увеличилась. Соответственно, увеличилось, мы знаем, да, денежное вознаграждение, денежное содержание сотрудников полиции. Но здесь задача стоит о росте профессионального мастерства. Значит, можно и нужно работать так, чтобы не нарушать закон и при этом достигать за счет своих внутренних знаний опыта. Опыта в работе, опыта старших товарищей, принятого себе, чтобы достигать этих всех целей, не нарушая законы. Вот. Значит, роль общественного совета здесь не только должна быть, она здесь должна быть, ну, наверное, идти в первой голове. Вот вчера, значит, состоялся круглый стол, всероссийский, проводимый министром внутренних дел Российской Федерации, генералом армии Рашидом Гумаровичем Нургалиевым. И там вот прозвучала такая мысль, что не должно быть, не должно быть вот этих нарушений закона, а должно быть, в первую очередь, понимание интересов граждан, должны работать профессионалы, высокого рода профессионалы. То есть учить, учить и учить. Учить, несмотря на возраст, да, потому что все меняется в жизни. И тем более учить молодежь. Потому что очень жестко стоит вопрос о подготовке курсантов. И психологической подготовке, и профессиональной подготовке, и так далее. Мы здесь себе видим как? Мы готовы, и мы работаем с подразделениями, городскими подразделениями. Сейчас следующий момент у нас, это идти в районы. Вот мы сейчас, я сегодня буквально с министром внутренних дел Республики Бурятия, генералом-майором полиции Зайченко Александром Валентиновичем, решил вопрос о проведении, об участии в коллеге всех председателей общественных советов районов Бурятии. То есть в каждом районном звене создан общественный совет. И руководство Министерства внутренних дел пошло навстречу. Все эти председатели будут приглашены с тем, чтобы они поняли уровень ответственности и остроту задач, которые перед ними стоят. И вопрос о методах работы общественного совета. Вот сейчас такое время, когда формальными мероприятиями, как было раньше, уже не обойтись. Вот ваша организация существует меньше года, но наверняка у вас уже есть какой-то план дальнейшей работы. Что предстоит решить в первую очередь? Ну, есть, безусловно, есть план, есть план. Но мое отношение к любому плану, что план не должен быть догмой. И этот план, как бы это определение векторов. То есть там, где мы должны работать. Методы работы. Методы работы – это хождение в народ. Хождение на дистанцию, максимально приближенную к конкретному человеку, к конкретной проблеме. Мы в этих целях встречались в формате, опять-таки, общественного и природного общественного совета. С участием министра внутренних дел проводили приемную. С участием начальника ГУВД Александра Александровича Гусыка проводили общественную приемную. Люди идут. Люди идут. Ну, может быть, не совсем в том количестве, в котором бы хотелось. Ну, понятно, орган молодой, новый. Как к нему относиться? Пока еще, видимо, народ формирует свои отношения. Но я думаю, что мы перейдем эту черту в недоверие или непонимание, может быть, неизвестности. И сблизим. Вот в следующий момент мы выезжаем уже в сельскую местность. Соответственно, в будущей неделе буквально запланирована поездка в район, где вот возникла такая ситуация, где необходимо вмешаться в общественному совету. Я вам скажу, что общественный совет действует очень мобильно, в отличие от общественных советов, которые были созданы ранее. Там выступали как полуспонсорские организации, полу-такие благотворительные, может быть. Мы не занимаемся ни тем, ни другим, безусловно. Я очень жестко в этом отношении беру направление, что мы не спонсорская организация. Мы не оказываем никому никаких материальных помощи. И мы не благотворительные организации в том числе. О чем я хочу сказать. Возникает острая ситуация в городе. Мы постоянно поддерживаем контакт с руководством МВД, с руководством полиции. И члены совета прямо на улицах встречаются с людьми, вместе с руководителями, Министерством и соисправительством города, руководителем подразделения города. Была такая в одном из пригородных или городских окраин, поселок на городской окраине, ситуация, где местный комитет поднял голову. И нужно было как-то, вот как раз решив задачи МВД, да, соблюсти все интересы граждан. И туда поехали, члены общественного совета, хотя это было утро, это была суббота. Поднялись, поехали, с начальником ГУВД вместе работали. В том числе и священники. Вот их присутствие, присутствие вот там Диакона Максима, оно, наверное, в большей степени разрядило эту ситуацию. И результат был тоже незамедлительный. Ну и в других ситуациях по аналогичному действовали. Вот наша методика, опять-таки, к ним возвращаемся. Сейчас мы привемся на короткую рекламу. Смотрите во второй части нашего выпуска. И снова об инциденте в Казани. В какой защите со стороны общественности нуждается правоохранительная система страны? Прямо к сезону. В магазинах «Уют» мощные и надежные мотоблоки «Целина». Российское производство, низкая цена. Спашет, окучит, скосит, увезет. Сеть магазинов «Уют». Эффективная работа. Возьми себе помощника. Мы продолжаем наш выпуск. Представители общественного совета при МВД России взяли под особый контроль расследование недавнего инцидента в Казани. Напомню, в одну из казанских больниц не так давно из отдела полиции в тяжелом состоянии был доставлен 52-летний Сергей Назаров. Врачи отметили на его теле следы очень изощренных пыток, в результате которых он вскоре и скончался. Так, в стране заговорили о новой волне полицейского произвола и тщетности реформы МВД. Однако акции протеста казанская полиция расценила как провокацию и ответила ударами дубинок, что в итоге усугубило ситуацию. Новые факты всплывут чуть позже. Сергей Назаров оказалось был неоднократно судим. Акции протеста спланировали криминальные авторитеты, да и сами полицейские злополучного отдела признали лишь одну свою ошибку, что отпустили задержанного в туалет без присмотра. В этой истории много странностей, но так или иначе, а плохими остались полицейские. Всему виной палочная система отчетности, считают представители общественного совета при МВД. Например, в Британии уровень раскрываемости преступлений не должен падать ниже планки в 40%, в США еще меньше – 25%. Получается, в советской России планка была просто запредельная – в 70%. Милиция вынуждена гналась за выполнением плана. И до перестройки почти безукоризненно. Все беды нашей правоохранительной системы начались после перестройки, когда милиция в одночасье лишилась идеологического и морального стержня. Иначе говоря, слишком много невиновных граждан пострадало в результате ее деятельности. И эти ошибки предстоит исправить уже нынешней полиции. Напоминаю, сегодня у нас в студии председатель общественного совета при МВД Бурятии полковник милиции в отставке Николай Рогалев. И снова об инциденте в Казани. Картина постепенно проясняется, но удар по репутации полицейских уже нанесен. Осадок никуда не денется. В нашем предыдущем выпуске мы вскользко коснулись проблемы имиджа полиции. Говорили о том, что его нужно как-то поддерживать. Предлагаю поговорить об этом подробнее. Согласитесь, нельзя оставлять без внимания выпады черных пиарщиков. Что делать? Я вот опять вернусь ко вчерашнему круглому столу. Там вот этой проблеме было уделено очень много внимания. Очень много говорили такие великие артисты, как Василий Лановой, Юрий Соломин, Лина Быстрицкая. Очень много об этом говорили. И разговор зашел вот о чем. Как раз имидж полиции, имидж сотрудника полиции, имидж полицейского формировать, это не задача общественных советов. Нам нужно вместе всем сформировать мнение о полиции. Мнение о полиции. Как раз имиджем занимается вот сегодня это что? Кино, это телевидение. Очень жесткие высказания. Особенно жесткие высказания были от Василия Семеновича Ланового. Прозвучали. Когда полицейские пьют в кабинетах водку, после этого идут раскрывать преступления. Ну, не должно быть такого вот как раз имиджа. Вот это вот тот самый черный пиар. Это не делает полицию популярной. Это не делает ее привлекательной для населения. Да, такие же мухари, только не в уголовном мире, а в кабинетах сидят. Вот поэтому задача общественных формирований, общественного совета, общественного совета ветеранов, она как раз и находится в той плоскости, чтобы сформировать как раз мнение. А мнение можно сформировать как? Заботиться о человеке. То есть мы говорили уже об этом, да? Или раскрывать преступление. Это ловить преступника или защитить права потерпевшего. Вот на этой грани нужно работать. Если мы эту грань правильно увидим и защитим, и поймаем преступника, защитим права потерпевшего, вот тогда и будет мнение о полиции. Имидж, имидж это наносное. А внутреннее содержание, это как раз вот содержание людей. И да, и дальше вчера говорилось вот еще о чем. И я об этом уже говорил. Что? Да, мы говорим, полицейские там сделали то, полицейские и все. Это всем говорит интересно, слухово. Ну, мы обыватели. Что поделаешь, такова жизнь. Но задача, это средства массовой информации, говорит не только еще об этом. А кто вспомнил о том, что у нас каждый год гибнет 400 человек в милиции, полицейских? 400 человек. За последнее время, вчера прозвучало, погибло 11 тысяч человек. Это целая дивизия, представляете? И кто когда-то возвращался в средства массовой информации к памяти этих людей? А ведь это тоже мнение полиции, это тоже рычаг. И выходить из-за вот этого мрачного облика полицейского, это тоже путь к этому выходу. И о составе общественного совета. Вот на федеральном уровне его возглавляет известный композитор Илья Резников. Вообще очень много известных личностей в совете. По какому принципу сформированный будет формироваться в дальнейшем наш республиканский совет? Вы знаете, принцип формирования общественного совета, наверное, можно определить так, чтобы в нем работали узнаваемые, но может быть в разных областях жизни людей, люди. В нашем совете есть представители основных религиозных конфессий, которые присутствуют в территории Бурятии. Это православная церковь, традиционная буддийская санха. Есть работники культуры, известные работники культуры, члены совета писателей, известные руководители. Люди, представляющие, что ли, такой социальный золотой фонд республики. Для чего это надо? Коммуникативность. Установить коммуникацию человека, которого знают все гораздо проще, чем сначала сделать так, чтобы о тебе узнали, а потом уже чего-то делать. Вот на это счет. И принцип дальше формирования будет соблюден. То есть, да, уже были моменты ротации, кто-то ушел, кто-то пришел. Мы стараемся подниматься по вот этому уровню выше. То есть, привлекать более известных людей, более заинтересованных людей, может быть. И в дальнейшем при формировании мы вот эту позицию будем учитывать, что нам нужны активные члены и те, кто действительно заинтересован внутри себя решением вот таких задач, которые перед нами стоят. Спасибо вам большое, Николай Николаевич. Спасибо вам. Напоминаю, сегодня у нас в студии был председатель Общественного совета при МВД Бурятии, полковник милиции в отставке Николай Рогалев. И напоследок о первых замечаниях в адрес Общественного совета при МВД России, а именно об аттестации полицейских. Оказалось, почти все сотрудники злополучного отдела полиции в Казани прошли ее заочно. Двое и вовсе оказались негодными к несению службы, но к работе их допустили, в том числе из одобрения членов Общественного совета при МВД Татарстана. И это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. В студии с вами работал Балут Шеребазаров. До встречи в следующее воскресенье, 19.30. Субтитры подогнал «Симон»!